Встречание у президента. В Австрии принял участие первый вице-премьер Ильич Увалов и руководитель крупных банков. Финансисты сообщили, что в среднем кредиты малых бизнесов даются на 10 лет, их размер 700 тысяч рублей. Значительные деньги на поддержку малых предприятий выделяет государство. Это свыше 120 миллиардов рублей за последние три года. Свои целевые программы действуют во всех российских регионах. Вместе с тем, работу малого бизнеса осложняет ряд ключевых проблем, которые требуют особого внимания. Это все-таки сохраняющаяся власть административная правоохранительная, хотя она уже не всякого сомнения, но есть. И мое общение тоже с предстоящими новыми, если сам это свидетельствует. Второе, у вас монополизация по рынку в самых разных и невозможность обратиться за заключением соответствующих договоров, включая участие в государственных закупках, как на федеральном органах, как и на региональном цепаре. И третье, я не понял, просто в отдельном блоке, это энергетика, который реально просто косит малый бизнес. И это, конечно, проблема не только энергетиков, и не только малого бизнеса, и проблема системная. Но на нее тоже нужно обязательно обратить внимание. Задачи в экономике на 2012 год сегодня обсуждали в правительстве. Среди них повышение зарплат и пенсии военным, а также контроль за тарифами ЖКХ. Владимир Путин предупредил, что те регионы, где губернаторы допустили скачок цен на воду и свет, ожидает смена руководства. Экономические итоги и прогнозы выслушал Максим Панов. 2011-й был неплохим годом для российской экономики. Особенно на фоне больших проблем в еврозоне и за океаном, Владимир Путин приводил сегодня цифры не только отечественной, но и зарубежной статистики. В частности, Международного валютного фонда и Еврокомиссию. Рост волненного внутреннего продукта, ВВП. По этому показателю он занимает третье место среди будущих экономик мира. Пропустив вперед себя только Китай и Индию. В Китае 9,5% рост, в Индии 7,8%, в России 4,2%. По росту промышленного производства мы на четвертом месте пропустили вперед Китай, Индию.